Тарабарский язык, интернет-сленг, задания с Иваном Ургантом и Юрием Антоновым. Пожалуй, этот учебник по русскому языку долго не забудут не сами педагоги, и уж тем более школьники их родители. Дать оценку учебному пособию мы попросили доктора филологических наук, профессора Исмакову Айгуль. Она у нас в студии. Добрый вечер, Айгуль Сериковна. Здравствуйте. Айгуль Сериковна, вот вы, конечно, знаете, какую реакцию вызвал этот учебник у родителей. И, как вы считаете, тревоги папы и мамы обоснованы? Тревоги не только обоснованы, они законны. Этот учебник, на мой взгляд, не соответствует стандартам, которым определяется преподавание русского языка в общеобразовательной средней школе, русских школ, да, в классах седьмого класса. Во-первых, в книге есть тексты, касающиеся природы, климата, того же там у нее вот на интернет ресурсы ссылок очень много. И, причем, в этих текстах, в частности, о природе, не указаны источники, откуда они взяты. Это уже плагиатство. Очевидно, что автор взяла эти сведения о природе, об экологии, из каких-то энциклопедий. Они должны быть указаны. Это первое. Второе. В частности, язык домовых. Из книги Петрушевской взят текст, как образец для преподавания русского языка в седьмом классе, извините меня. Это Петрушевская пишет на хорошем классическом русском языке. Но почему взят текст, который стилизован под речь ее частных персонажей? Это не основные герои ее художественного творчества. Акутина, вот на этом моменте, если можно, мы остановимся детальнее, так сказать, фразы, с позволения сказать, типа «изява», «бутявка» или там «лайкать», «зафрендить» вообще способны научить русскому языку? Правильно ли использовать такие методы в изучении русского языка? Преподавание русского языка должно происходить на примере классических текстов, классическая русская литература, которая начинается с Ивана Николаевича Толстого, Александра Сергеевича Пушкина, кончая с современными писателями, которые вносят определенный вклад в развитие и нынешнее функционирование правильного русского классического литературного языка. А в этой книге все что угодно, эксперименты, заметки из газет таких вот бульварных. То есть вы заметили уже, когда знакомились с учебником, какие-то другие ошибки? Кристалл учебник, страница 91. Предложение так и начинается. «На моей родине сейчас это малодоступная роскошь. На России сейчас это малодоступно. Или на Казахстане это малодоступно». Это неправильное предложение. Это я просто случайно сейчас обнаружила. Акуль Терековна, скажите, пожалуйста, пока вы первоначально знакомились с книгой, много ли вы подобных ошибок заметили? Это я уже не говорю про детальное изучение учебного брусска. Я просто в шоке. Бедный русский язык в такой форме нуждается в защите профессионалов. И вот в такой книге нельзя преподавать русский язык. Я понимаю, что бюджетные деньги направлены были на то, чтобы оправдать использование этого учебника в течение нескольких лет в классах. В частности, вот я сейчас хочу сказать, до вас мне звонили директора школ учителя русского языка и говорят, Айгуль Сериков, ну что происходит? Я говорю, почему вы не пишете? Директора школ боятся за свою должность. Учителя боятся директоров. И на стране вот так все идет. Учителя говорят, ну мы эти примеры будем обходить, потому что мы же видим, это неправильная русская речь. А вот такие эксперименты, там прочитайте в email информацию там о том-то, о сём, а потом расскажите. Извините меня, в наших районах нет интернета. А ребята, учащиеся там в средних школах, в аулах, где они будут это искать. А возможно ли такое, что экспертиза этого учебника была проведена некачественно? Я думаю, что как эксперты здесь были привлечены люди, которые далеки от профессионального знания русского языка. И, к сожалению, вот вы знаете, это большая проблема. У нас в университетах нет кафедр казахского языка, нет кафедры русского языка. Они все у нас объединены, кафедра языков. И у нас сейчас мало специалистов, кто может вам дать компетентное профессиональное мнение об уровне соответствия этого учебника для преподавания в средней школе. Это большая ошибка, очередная наша министерство образования. Я просто в шоке, у меня нет слов. Айгуль Сергеевна, спасибо вам большое за интересную беседу. Я напоминаю, мы обсуждали качество школьных учебников с доктором филологических наук Айгули Смаковой. Спасибо. Спасибо. Спасибо.